наш эфир продолжает программу леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он добрый день ну и теперь ваш ваш взгляд или ваш комментарий по поводу искового заявления дональда трампа хиллари клинтон но и ко всей этой комарили которая по сути дела устроила заговор против трампа смотрите двадцать четвертого числа то есть вот только что вчера до а без информ быть бывший президент трамп таски так называется формы президент трамп подал в суд на демократического кандидата в президенты свое время хиллари клинтон а на того человека который называют ответственным за составление грязного досье на трампа и по моему в списке если я ошибаюсь то ли еще 17 то ли 18 человек которые тем или иным способом ассистировали этим двум лицам для того чтобы как говорит трамп очернить его и подтасовать сведения о том что он факты подтасовать о том что он якобы взаимодействовал с россией с путиным с кремлем с разведкой российской там не знаю точно как это написано в иске для того чтобы добиться места в белом доме чтобы мол он добился его как вы все помните значит это тема была первого импичмента тема второго импичмента была украина если вы помните опять же все а значит в иске сказано что целый ряд людей приняли участие в и там названа схема схема этот подлог скажем да то сказать попытка создания некого подлога а во первых фальсификация фактов во вторых обман 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 агентств которые занимаются проверками этого ну то есть так сказать то что там цру вбр полиция там таскать и тому подобное а значит третье что наверное будет почти самым важным это вытаскивание засекреченных материалов на свет на на обозрение что называется всему миру в том числе нашим врагам и и кроме того значит то что мы называем watergate а именно то самое что в чем обвинили никсон из-за чего нужно было уйти в отставку а именно подслушивание подсматривание совершенно незаконное противоположной кампании избирательной с целью предотвратить избрание трампа в данном случае то есть представители республиканской партии в президенты соединенных штатов америка значит под сказано в иске что под под маркой под названием оппозицию ресерч наверное по-русски это исследование обойтись следование о противоположной стороны были сделаны вещи которые прописаны американских законах дело запрещено а в том числе и то на что в свое время коми сказал она виновата вот в этом она в этом виновата на вот это но мы не нашли никакой причины ее судить так вот значит кроме того что тогда перечислял коми есть еще наверное 20 других пунктов в которых точно понятно за что ее и всех остальных судить а трамп когда-то во время предвыборной а уже давно предвыборная кампания во время пол 2 дебата с хиллари сказал знаменитые слова а если бы я был президентом то ты бы уже давно была под судом и вот утром позабило смотрите сколько лет четыре года его президентства может быть он не очень серьезно этим занимался считаю что что прошло то прошло но вот после того что проделал демократы с байденом я думаю что вот последний год будет полтора он серьезно занимался тем набрал команду которая готовила вот этот иск и я думаю это моя заключительная здесь сразу будет что то что сейчас обнаружил дуром и то что мы знаем что уже несколько человек обвинены один признался и тому подобное прибавило что называется масло в огонь вот этому самому обращению в суд тоже теперь есть очень конкретные материалы раскопанные о том что отельгейт по сравнению с тем что проделала клинтон и люди это просто шаловливая детская шуточка по сравнению с тем как я уже сказал что сделали демократы пытаясь а в 2016 году не допустить трампа до белого дома ясно ну каковы будут результаты мы не знаем мы можем только гадать поскольку я хочу сказать следующее вот в америке так называемые колеса правосудия любят так называть да они очень медленно крутятся их безумно сложно чем сложнее дело тем дольше надо набирать материала подавать суд просить разрешение судьи проверить и посмотреть примет он или не примет то есть есть много 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 ступеней и есть много много потом ступеней для того чтобы не дай бог не засудить людей которые ни в чем не виноваты потому что на самом деле правосудие бывает очень резким и когда оно быстрое но обычно не очень правильное так вот в америке сделано все возможное чтобы защитить от неправильного правосудия из-за чего очень долго иногда ждем что называется иногда и шаг сдыхает иногда поди шаг сдыхает вот за это время но тем не менее если уже колеса начали вращаться то очень сложно потом а из этого выбраться поэтому я думаю что результаты не близки и демократы сделают все возможное для того чтобы затормозить отменить не дать и прочее прочее но народ озверил то есть есть некая надежда на правосудие что она свершится да тем более что я почти уверен что стилу значит вот тот самый который значит вот как бы составить досье мы до сих пор не знаем он просто передать передал или его его поставили или вообще как все это происходило хотя есть подозрение что он просто дупло передаточное звено в которое откладывали а вот но я кристо простил будет разговаривать потому что он уже сказал британцам что он он будет будет говорить если что то есть год тому назад когда его вызвали в свой суд там были свои у него проблемы то он сказал что если его поставят и поднимет правую руку и скажет я клянусь он будет все рассказывать так что либо будете рассказывать либо он загадочным образом умрет как умирали очень многие люди которые собирались поднимать правую руку и говорить я клянусь расскажу все правда до того как они это делали если это было связано с клиентами между разные подсчеты есть от восьмидесяти до 116 человек умерли с раннейшими смертями тогда когда они собирались что-то такое говорить о клинтонах да некоторые покончили самоубийством выстрелив себе в затылок дважды первая пуля случайно попала в потолок да теперь давайте нато да что нас интересует связи с нато давай давай определимся сервера ну во первых я не знаю встречи вот которая состоялась что-то она принесла о чем-то наговорили по результатам встречи нато понял господа никаких результатов не может быть это с моей точки зрения надувание щек максимум это встреча для того чтобы китай не полез давать оружие так сказать и тому подобное россии я вообще не думаю что то что мы делаем америка и нато делает сейчас каким-то образом влияет на действия путина и российской армии сейчас объясню почему дело в том что вот вы помните вообще байден иногда любит делать такие громкие заявления типа я посмотрел ему в глаза и понял что он убийца про путина или вот совсем недавно он сказал что и и мы все поделили я понял что путин а значит международный военный преступник просто хочу тут же добавить в этот же день к путину обратились из госдепа сша не знаю может быть через разведку может быть таска через министр иностранных дел и попросили посредничать в наших взаимоотношениях с ираном что такое посредничать это значит что мы даем возможность и равно а производить там через два с половиной года если не ошибаюсь мирный атом который очень будет похож на на значит военный атом но до того мы говорили мы будем проверять а сейчас мы говорим и мы даем россии возможность проверять то есть его обязанность проверять делает ли иран а значит атомное оружие или он использует атомную энергию в мирных целях то есть значит мы кошки даем возможность ну там babysit кого-то даже не мышку да а что такое то есть какой-то полный бред второе в чем россия помогает нам это она посредничает в подписании договора между нами и ираном и поставки нефти а почему мы подписываемся рядом договор потому что мы отказываемся как бы от российской нефти но при этом россия будет получать процент за посредничество от того что мы платим иран значит третье это россия получит порядка 10 миллиардов долларов от ирана за поставки им всего связанного с атомом то есть мы говорим с одной стороны он убийца международный преступник а потом идем к нему и говорим а теперь давай всерьез вот хочешь балок вот давайте мы дадим много денег чтобы значит полностью а компенсировать тебя за тот любой ущерб который ты и твоя страна понесли от наших санкций вот как вы думаете путин серьезно относится к тому что его назвали международным преступником или он серьезно относится к тому что ему только что сказали ты единственная наша надежда для того чтобы получить достаточное количество нефти от ирана за это ты будешь очень хорошо оплачен воде я допустим понимаю устремление барака обама который с пиететом относился к исламским экстремистам мусульманскому братству и всеми фибрами души ненавидел израиль и вот его стремление поддержать иран но все его действия они четко об этом говорят это и кеш посланная самолетами туда это размораживание иранских денег миллиардов денег это это сделка которая давала возможность ирану легально создавать атомное оружие которым он угрожает в первую очередь израиля вторую очередь всем всему остальному миру то есть главное что своим сунницким соседям потому что если не дай бог сделка будет подписано то что произойдет это на ближнем востоке начнется страшная гонка атомного вооружения я думаю что лудовцы уже с кем-то заключают договора я не думаю что евреи ну юрифимеду израильтяне полезут им поставлять но пакистан почему лет ну вот как бы это в какой-то степени объясняет вот это стремление заключить эту сделку что же касается байдена и я пытаюсь понять или это просто продолжение потому что в кабинете управляют обамовские люди это все продолжение я бы не стал делать это искать личностным да ну да когда пришел обама то он привел очень много людей связанных с мусульманским братством связанных с исламом и тому подобное и сформировалась некая политика то что мы называем сегодня прогрессивными демократами и такие же прогрессивные такие же демократы как как я не знаю мы с тобой эскибосы скажем тогда лыжник эскибосы лыжники я думаю что просто эта же самая группа я я вообще не считаю что байден принимает участие в принятии решений выработки политики и тому подобное по всем наблюдениям которые есть и вот по последнему сейчас мы поговорим об этом тоже по последнему а может и последнем уже высказывали потому что каждый день что такое новое говорит от чего ну просто за голову хочется хвататься и вот это не личностное уже это просто группа которая определила свою политику которая настроила себя за шиитов против израиля и таким образом они продолжают эту политику подхватив ее вот от той группы на этот самый джаред обама там ну так сказать как ее помощница у клинтонша я забыл ее как зовут а так что мы практически белый дом практически был нашпигован агентами влияния я не утверждаю что они чисто это скрытам из разведки выпущенные потом подсаженные но агентами влияния в том числе и я подозреваю что керри тоже является агентом влияния и совсем не потому что там его дочка вышла замуж за сына министра иностранных дел а просто потому что так сказать вот похоже что то что он делает он делает почему-то для для конкретно шиитов не очень понимаю почему но очевидно какие-то у него есть причины для этого может он тайный шиит по крайней мере мы знаем что бреннан был мусульманином насколько я понимаю шиитом бреннан это который цру о чем он забыл рассказать это он до того был коммунистом а потом стал мусульманином шиитом хороший послужной список для того для человека который руководит самым главным разведагентством соединенных штатов америки окей будем считать что так но так или иначе это как бы не вселяет особых надежд на будущее а мы должны перестать надеяться вот значит солженицын если не ошибаюсь в бодался теленок с дубом написал следующую поразившую меня фразу он сказал если ты если ты уже оказался в гулагах да это общее да или помню как он сказал в системе там что то такое да то перестань надеяться на что то потому что если ты надеешься то ты здесь умрешь единственный способ выжить это жить сиюминутно сегодняшним днем конкретным да и не надеясь на не надедумая не мечтая что потом в тем бум а тебе еще там десять лет дали все каждый день этот день точка только так ты можешь здесь выжить вот у меня такое ощущение с демократами во власти сейчас что я не могу надеяться на то что они сделают ну хоть что-то случайно как те часы которые сломаны два раза в день и показывают правильное время да вот только так а надеяться я не могу то есть изначально для себя решил не так давно кстати что все что они делают будет с моей точки зрения абсурдно против логики против интересов соединенных штатов америки против интересов скажем еврейского народа против интересов капитализма против интересов всего того что мне дорого свободы там и тому подобное и поэтому я считаю что вот надо с ними жить каждый день ты просто выживаешь и одновременно ты пытаешься я по крайней мере пытаюсь ты сережа пытаешься строить делать что-то объяснять людям собирать людей посылать какие-то деньги там и тому подобное помогать каким-то украинцам там и т.д. и т.п. все что мы можем сделать на своем месте мы делаем для того чтобы пережить вот это кошмарное время и может быть может быть выбраться из этого к двадцать четвертому году в какое-то нормальное существование вот так что надеяться на них не надо возвращаясь к поездке байдена в польшу встречи вот с членами с руководителями государств членов нато ну во первых он встретился с нашими военными на военно-воздушной базе и произнеся все дежурные слова как он ценит как он так сказать все что положено говорить политику в этой ситуации съел там кусок пиццы а потом отошел от запланированного текста от суфлера очевидно и вдруг произнес несколько фраз таких смысл которых сводится к следующему вы знаете что вы увидите в украине что вы там увидите в украине ну в таком плане вот как то есть у людей которые его слушали создалось такое впечатление что эти наши военные летчики должны оказаться в украине и вот он им рассказывает что они там что они там увидят что вызвало некая некую отрыпь у всех но сейчас уже я смотрю белый дом начинает так сказать разъяснять что он не это имел совсем в виду и вообще это не он говорил это это что-то нелепое что как вы думаете имел и не в виду и а уже сейчас забыл то есть это не так сказать не не то что вы разу когда я добавлю что-то с моей точки зрения еще более интересное конечно хотя предложение летчикам посмотреть что происходит в украине очень интересное ну ладно ляпнул но тут сейчас расскажу что он не ляпнул а в течение долгого времени нам рассказывали что санкции которые мы накладываем на россию они призваны остановить путина от дальнейших действий по уничтожению там украинцев завраду городов там и того подобное и вот вчера на вопрос журналиста каким образом санкции могут это сделать то есть остановить россию байден к абсолютной ошарашенности всех присутствующих потому что настала гробовая тишина сказал санкции что вы глупости говорите как санкции вообще могут что-то остановить они вообще не для этого придуман абсолютно почему он взорвался сказал байтон перестаньте а сейчас перестаньте всовывать в рот свои слова я этого никогда не говорил причем он это зло сказал он взорвался буквально хотя накануне действительно накануне вторжения россии в украину все так сказать советники байдена начиная от вице-президента и заканчивая блинкиным все говорили о том что санкции которые мы салаки все 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 вообще а сколько а сколько cnn овских и нбс и против дикторов смотря в камеру радостно говорили мы наложили такие санкции которые призваны остановить паутина друга трампа да 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 но ничего и вот вот это вот ложь постоянная она сходит с рук все нормально как будто так и должно быть и и вот то что в украине увидят наши летчики наши военные так так сказать это все было было не так и не то и не он не это имел ввиду и вообще это не он говорил я я очень надеюсь что это просто был бред его что он не понимал о чем он говорил я очень надеюсь что он не имел в виду то, о чем он говорил. Потому что... Он не имел в виду. Мы, опять, можем судить и редить о том, правильно ли это неправильно и тому подобное. Но что НАТО делать не собирается, это НАТО не собирается своими силами вмешиваться в так называемую региональную войну между Россией и Украиной. Более того, НАТО даже не дало Польше послать туда МИГи. У них там две полных искорителей, насколько я понимаю. Я не знаю, сколько от самолетов, честно. Которые они предлагали послать и требовали только одной вещи, на самом деле. Они говорили, нам нужно, чтобы НАТО сказала, что оно нам разрешает, что мы это сделали не по собственной инициативе. Не от себя, а от НАТО. Потому что иначе, если потом Путин нападает на Польшу за то, что она дала самолеты, то НАТО может говорить, а что нам вмешиваться, это вы сами начали. НАТО вмешивается тогда, когда какая-то внешняя сила бьет по одной стороне НАТО. А если вы сами начали, то вмешиваться не будет. Польша сказала, ребята, просто скажите нам, что вот так и так. Хорошо было бы, чтобы потом нам американцы прислали новые самолеты, мы заплатим на них. Но даже это не важно. Это потом. А вот сейчас просто скажите, окей. Первый человек, который сказал нет, был Байден. Окей. Я уже сегодня упоминал, что я наткнулся на одного блогера русского, который говорил о том, что Польша готовится к вторжению в Россию. Вот они стягивают границы войска. И вопрос, который у меня возник, это то, что Польша стягивает войска к границе. Я это допускаю. Хотя нам показали какое-то движение. Я думаю, что это правильно. Абсолютно. При таких соседях Когда у тебя на границе происходит кровавая бойня, то на всякий случай подведи туда войска. Но дело в том, что он это преподнес как подготовку к вторжению в Россию польских вооруженных сил. Грузия в 2008 году собиралась захватить Россию. Да. Так вот, я надеюсь, что это не такая неподготовительная акция, так сказать, населения подготовить к тому, чтобы оправдать вторжение России. Нет, скорее всего, нет. Потому что через блогеров они делают это чуть по-другому. У них стандартная штука. Гости на Первом канале, на канале России 24, гости сначала, начинают какие-то идеи выкладывать, проталкивать. Если эти идеи не встречают народного отпору, то эти же идеи начинают повторять дикторы уже на вот этих каналах, особенно на Первом. на всяких передачах, которые не новостные, а вот такие типа развлекательных политических передач. А если уже совсем, тогда приглашается кто-то из администрации или из какого-то министерства, и вот он уже эту идею. То есть, у них такая трехступечная проверка идет. Понятно. Ну, надеюсь, что так. Давайте мы, наверное, прервемся, сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. Если у вас, уважаемые дамы и господа, будут вопросы, телефон студии вы помните 847-400-5200. Звоните, задавайте. Вернемся через несколько минут. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Вы знаете, сегодня до эфира у меня было немного свободного времени. Я по просторам Фейсбука посмотрел, побродил и наткнулся на брифинг президент Байден и президент Польши Дуда и брифинг о гуманитарной помощи и так далее. И как раз выступала Саманта Пауэр. Помните, эту рыжую бестию? Я не знаю более антиизраильски настроенного по славу ООН от Соединенных Штатов, чем эта бестия. Это та самая бестия, усилиями которой была разрушена Ливия. В общем, она так великий, гениальный, то есть она такие дифирамбы пела в зицепредседателю, что просто просто я как-то аж покраснел. Ну, сидит этот обезумевший человек, выживший из ума старик, и она рассказывает о нем как будто он, я не знаю уже, прям, такие достижения. Так вот, к чему это все? Выступая, кстати, на пресс-конференции он заявил о том, что, ну, во-первых, будем отправлять газ в Польше, поможем там какую-то часть газа восполнить, чтобы Польша отказалась, поскольку Польша утратит возможности или откажется от российского газа, мы будем поставлять газ, но основной упор надо сделать на переход на возобновляемую энергию. Блин, они все используют для того, чтобы протолкнуть свои идиотские идеи возобновляемую энергию, то есть, вот вся эта ситуация, они готовы убить сначала угледобывающую, нефтедобывающую, газодобывающую, промышленность, убить всю промышленность здесь, чтобы сподобить нас перейти на возобновляемую энергию, технологии которой не позволяют, то есть, со временем, я допускаю, что со временем будут созданы какие-то технологии, которые будут экономически оправданы, выгодны и так далее, которые мы будем использовать, и возможно, они в какой-то степени заменят углеводороды, хотя полностью углеводороды заменить невозможно, это должно быть понятно любому самому полезному идиоту, потому что, если вы посмотрите вокруг себя, все, что нас окружает на 80%, наверное, состоит, сделано из углеводородов, компьютеры, мониторы, вот все, телефон, который в руках держим, но этим дебилам никак не понятно. Так вот, и эту ситуацию, и у меня в связи с этим возникает такое устойчивое ощущение, что кризис, который они устраивают у нас в Америке, во всем мире, вот с подорожанием энергоресурсов, направлен именно на то, чтобы переключить, они же постоянно об этом говорят, что чтобы избежать вот этих вот кризисов, чтобы избежать зависимости, мы должны все перейти на возобновляемую энергию. Давайте, знаете что, давайте примем звонок сначала, а потом, потом на эту тему я в ваше соображение. Добрый день, пожалуйста, Мальфия. Здравствуйте. Уважаемый Леон, вы знаете, я слушала аналитика из Украины, и мы задали вопрос, почему Америка так медленно и так неохотно поставляет оружие. Он ответил, что здесь идут межпартийные, межпартийная борьба, и вот демократы специально затягивают военные действия, и вот в Сепани, это в августе, в августе война должна закончиться, и вот они тогда на белом коне въедут в конгресс. Вот как вы считаете, что мы можем сделать, чтобы, так сказать, нарушить планы эти? Во-первых, нам это совершенно не выгодно, чтобы они заехали на белом коне, а во-вторых, как бы надо помочь Украине как можно скорее, чтобы они выгнали этого агрессора куда подальше. Вот ваше мнение, спасибо. Я не очень понимаю, почему если в августе закончится война, то почему демократы заедут в конгресс на белом коне. Не понимаю, просто не вижу никакой связи здесь. Люди голосуют в США, голосуют не из-за внешних вещей, они голосуют в основном из-за внутренних, как говорят, кошельком голосуют. Это почти правильно, можно очень упростив говорить, кошельком голосуют. Так вот, с этой точки зрения ситуация у демократов очень плохая, потому что при них кошелек стал очень страдать. Я уже видел на одной бензиколунке 7 долларов, по-моему, 12 центов бензин стоит в Калифорнии. 7 долларов уже, а мы еще в марте всего, мы все время говорили о том, что в конце мая, начале июня это будет 7-8 долларов, а в марте уже 7 здесь. Опять, к вам, к остальным это не имеет отношения, вы на доллар, на полтора, на два платите меньше, я понимаю, потому что у нас совершенно взорвавшее социалистическое правительство в Калифорнии дополнительно ко всем налогам, они еще кушают у нас 2 доллара с каждого голода. Так вот, даже 5 по стране и то будет просто... Я еще не представляю себе как люди, которые живут на 20, 25, 30 долларов в час, зарабатывая, как они могут наполнять баки бензином и куда-то ездить, потому что на работу это должен ездить. Общественного транспорта половине Америки практически, ну, если он существует, то он совершенно не приспособлен для того, чтобы возить людей туда-сюда, да, это там на каких-то главных магистралях. Вот каким образом байденовцы, там, демократы и тому подобное могут вылезти из этого, я не понимаю. Еще одна проблема, которая у них сейчас обнажилась, оголилась, это в том, что у них просто война идет между Белым домом и, значит, вице-президентским штабом, которая уже давно выплеснулась на, значительно шире, чем могло, должно было выплеснуться, да, так сказать, Камала совершенно спокойно и громко говорила о том, что кто-то ее там, стави ее в качестве царя пограничного, кто-то ее пытался подставить, она вообще этим заниматься не собирается, она что, она сумасшедшая, что ли, так сказать, голову на плаху класть и тому подобное. То есть, это какие-то вещи, которые до народа медленно начинают доходить и тоже приведет народ в некую сумятицу. что, значит, тебе вице-президент, ту человеку, которому, если что, меняет президентность, должен становиться во главе государства, ей поручают что-то, она говорит, это подстава. Не буду я этим заниматься, что бы они не делали, что бы они не говорили, она действительно ни разу не поехала на городицу. Вот, значит, все это значительно больше оказывает влияние на выборы и на то, как люди голосуют, чем ситуация в Украине. Кроме того, я действительно не понимаю, почему. Попробую. Любое развитие событий в Украине. Давайте я попробую. Мы сейчас... Да, подождите одну секундочку, я два слова скажу, и потом обязательно прибываю в ваш звонок, ответим на ваш вопрос. Вы знаете что? Вот то, что в Украине происходит трагедия сейчас, это позволяет забыть, так сказать, под ковер засунуть все внутренние проблемы, ведь все, о чем говорят средства массовой информации, они сегодня говорят о том, что происходит в Украине. И мы говорим о том, что происходит в Украине. Вот то, о чем вы сейчас сказали, о цене на бензин, как бы, это дает возможность бидону выйти к нации и сказать, вы знаете что? А цены на бензин у нас, потому что Путин, это он, вот, развязал войну, поэтому цены на бензин вот такие огромные. то есть, и говорить о ситуации, скандал с Хантером Байденом, а и с самим Байденом, который, кстати, по уши повязан, погряз в этой коррупции в Украине, это дает возможность переключить внимание населения, отвлечь от реальных проблем, которые здесь. Сережа, я понимаю, но сейчас мы примем человека через полсекунды, да, а невозможно до ноября об этом говорить, и кроме того, очень плохая отговорка для американцев, они не идиоты, они не в деревне российской живут, они понимают, что они платили за бензин уже очень много до вторжения, и они понимают, что они платили, потому что Америка перестала производить бензин, а бензин, ну, в смысле нефть, а Канаде, который рядом сосед и задешево может продавать нам нефть, не дали сюда привезти, да, давай примем человека. Да, мы принимаем, но только я вам хочу сказать, если вы посмотрите пост, который делает Аксиос, и посмотрите комментарии, то вы убедитесь в том, что количество идиотов на душу населения в Америке такое значительное, оно может быть не такое, но значительно больше, чем хотелось. что всегда 30-40% населения абсолютно тупоидит. Ну, а теперь давайте обратимся к нашему слушателю. Добрый день. Добрый день. Я вот хочу понять, почему вся Украина и Польша так влюблены в демократы, в Байдена. Он у них лучше, чем Трамп. Я наблюдаю это долгое время. И они верят, что Трамп, Байден их вооружил, а Трамп им ничего не дал. Вот был мой вопрос. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я не там нахожусь, и мне сложно понять эту психологию. Но мы видим, как пропаганда работала и как Украина стала на сторону Хилари Клинтон, причем активно стала на сторону. Это не то, что, так сказать, просто там внимание общественное, так сказать, это правительство, это действие, это скрытие документов и тому подобное гадости о Трампе. И как все время пребывания Трампа, что бы он ни делал, встречало вот такое вот странное, очень с моей точки зрения, отрицательную реакцию у руководства Украины, у населения Украины, у средств массовой информации, за что, собственно, они, вот Зеленский, с моей точки зрения, очень неправильно и некрасиво выступил, он сказал, я не буду пока говорить правду и показывать вам документы, потому что не хочу вмешиваться в внутренние дела Соединенных Штатов Америки. А это, извиняюсь, абсолютная хинея и вранье, потому что ты не выдумываешь что-то, ты не наветы передаешь, ты не пытаешься очернить, ты просто говоришь, вот мы расследовали, вот оно все на столе, пожалуйста, мы не хотим вмешиваться в ваши дела, поэтому смотрите сами. Это честная оппозиция. То, что Зеленский проделал, неважно, сам кто-то ему придумал, это нажал, не имеет никакого значения, он был уже президентом, для нас он, так сказать, глава. Вот то, что он проделал, вызвало невероятно отрицательную реакцию у Такера Карсона, у Левина, Марка, у кучи, у кучи, у Ханити, у кучи людей, которые формируют сознание консервативной республиканской части населения Соединенных Штатов Америки. И, к сожалению, когда сформировывается это, потом очень сложно это разбить. Поэтому так много, и еще смотрите, второй импичмент был связан с Украиной, запросто мог вылезти Зеленский и все это порушить абсолютно всю эту историю. Нет, он тоже не будет вмешиваться, да? Еще ошибка, третья была его ошибка на интервью, ошибка, подлость с моей точки зрения, на интервью на CNN Амарпур, как ее, так сказать, зовут, спросила его, скажи, пожалуйста, вот президент Трамп говорит, что Украина очень коррумпированная страна, и поэтому там что-то, то-то, то-то, он это делает, это не делает. Вот что ты считаешь? На что Зеленский, у которого страна коррумпирована настолько, что из 154 стран, которые примеряли на коррумпировых, а не 151-е, то есть почти самые коррумпированные в мире, сказал с улыбочкой, о чем вы говорите, он просто не понимает ситуацию, у нас никакой коррупции, у нас нет, может была до меня, но вот я пришел, я проверил, ничего такого нету. То есть, три раза сделаны подлости за время его, а то, что делалось с Израилем, Украиной, тоже ужасно. Я сейчас не говорю, что из-за этого помогать не надо, как вы знаете, я помогаю и пытаюсь, и организовываю, и речи говорю, и деньги собираю, и тому подобное, но я собираю эти деньги, несмотря на те подлости, которые делала Украина по отношению к консервативной Америке и по отношению к Израилу. А очень много людей, которые дальше от этого говорят, а что нам лезть в это дело вообще, да? Зачем? Они эти подонки, те подонки, пусть они убивают друг друга. Поэтому, господа, к сожалению, вот с украинцами произошло то же самое, что с русскими. Их тоже зазомбировали, большое количество людей. Но зазомбировали в другом чуть-чуть, они не в Путина верят, а в то, что Байден хороший, в том, что Трамп плохой. То есть, куда-куда нынешняя пропаганда может большинство населения привести к какой угодно необходимой мысли, которую начальство, руководство хочет забросить в головы. К сожалению. Ну и вот, возвращаясь к Хантеру Байдену, в Нью-Йорк Таймс вынуждено было признать, что да, действительно, лэптап принадлежит и что это никакая не дезинформация русских, а это вот факт, вынуждено было признать. Я не знаю, правда, с чем это связано, почему, или как бы реноме свое сохранить, что они хоть какую-то, хоть как-то предстать перед населением Америки, что они являются средством массовой информации, они не пропагандонами, а вот они ошиблись, да, вот все так говорили, поэтому и так далее. Но ведь мы же помним на протяжении всеизбирательной кампании, после того, как Нью-Йорк пост опубликовала материал, в котором раскрывала всю суть того, что происходило с Хантером, с его лэптапом и так далее, который сразу тут же заблокировал и Твиттер, и Ютуб, и Фейсбук, и все эти говорящие головы в телевизионных ящиках говорили о том, что это дезинформация, и бывших пять руководителей и спецслужбы, к ним присоединившиеся десятки таких же подонков, подписали письмо, которым Байден трес, и Байден во время своего выступления на дебатах сказал, что это абсолютная ложь, вот, и ссылается на это письмо, вот, спецслужбы сказали, что это ложь, и мы-то понимали, что это не ложь, мы-то это, а вот значительная часть населения, опросы общественного мнения показали, что значительная часть населения, которое, может быть, неглубоко копает, но выяснилось, что до 17% могли бы проголосовать совершенно иначе, что вообще опрокинуло бы результаты выборов, просто результаты были бы другие. Есть большой процент, я не знал, что 17%, кстати, есть большой процент населения, которые в различных опросах говорили, если бы я знал о Хантере и о семье Байдена вообще столько, сколько я знаю сейчас, я бы никогда в жизни за него не голосовал. То есть, даже не то, что он пошел голосовать за Трампа из-за этого, если бы даже 3-4 процента населения, а не 17, не пошло бы голосовать из тех, которые пошли голосовать, то никогда в жизни этого, не хочу называть всякие слова, потому что нельзя в эфире, этого страшилища не было бы у нас в Белом Доре. Вот так работает пропаганда. И когда мы говорим о честных и прозрачных выборах, нужно иметь в виду не только фальсификацию, так сказать, подтасовку или вброс бюллетеней, но и средства массовой информации, которые ведут себя подло и преступно. На самом деле это преступление против американцев. В этих конституции с моей точки зрения. Абсолютно. Это должно быть наказуемо, к сожалению, а мы, к сожалению или к счастью, я же не знаю, но мы так стремимся, стремились раньше дать свободу прессе, что мы разрешили прессе очень много делать, чего как бы нормальному человеку делать нельзя, просто для того, чтобы у нас не ограничивалось, все даже считали, что будет раз-две партии, два мнения, там два, да, то те люди, которые а, независимые или б, представляют интересы другой партии, будут копать под правящую партию. Вот когда выяснилось, что можно взять и перекупить, переубедить, перенанять, не знаю, перешантажировать 80-90% свободной так называемой прессы, то все это пошло в тар-тарары. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вообще странно получается, Трамп откровенно говорил о том, что сын Байдена замешан в коррупционных схемах и, соответственно, он сам. А вы говорите, что никто из американцев не знает. Насколько я знаю, Трамп русского языка не знает, он по-английски всем говорил. Ну, к сожалению... извиняюсь, так сказать, вопрос такой странный. Когда один человек, который борется с другим человеком, говорит, он вор, то надо, чтобы кто-то это подтверждал фактами и тому подобное, чтобы эти подтверждения доносились до народа. Вот то, о чем Сергей говорил, и мы обсуждали, что когда уже газета, одна из четырех или пяти самых серьезных газет Соединенных Штатов по Америке, да, Нью-Йорк Пост, опубликовала серию статей расследования, связанных с Байденом, то полное подтверждение того, что говорил Трамп, не читая по-русски, то все сети, все средства массовой информации, все абсолютно телевизионные радио и прочие станции не дали ни одного слова им сказать и не донесли это расследование и многие другие расследования до того населения, которое потом пошло голосовать. То есть, иными словами, пусть, мол, Трамп гавкает, а информацию мы до населения надосить не будем, так чтобы население считало, что Трамп просто так берет и лжет. Ну вот специально для нашего радиослушателя. Я тут эмоциональную речь произнес. Леон рассказал об этом. А до вас так и не дошло. Почему это вдруг американцы не поняли и не поверили? Вот почему вы не поняли и не поверили, хотя мы говорили на вашем родном языке, объясняли, почему и как все это происходило, а до вас так и не дошло. Не хочется верить и человек не верит. Скажем, он во что-то поверил там в какой-то момент и все, что любые факты и доказательства, которые не соответствуют его вере, он отвергает. Это перестало быть рациональным. Ну, что делать? Это у некоторых с возрастом происходит, у некоторых от глупостей, а у некоторых просто вот я не знаю, так сказать, от того, что они привыкли, чтобы гипнотизировали и без этого жить не мог. И потом какая-то часть населения, единственная газета, которая это опубликовала, это New York Post. Но многие ведь при слове какой-то консервативного, при названии какого-то консервативного издания испытывают судороги. И, скажем, кроме New York Times они ничего не читают, кроме CNN они ничего не смотрят или кроме MSNBC. А когда им изо дня в день рассказывают и еще подтверждают это письмом 50 бывших руководителей спецслужб, что все это ерунда и ложь, а другой информации они не видели, ни источников, ничего, так значительная часть воспринимает это действительно так. поэтому неудивительно, что до 17 процентов американцев, которые пошли и проголосовали, не располагали этой информацией, они располагали единственным пересказом леворадикального отребья с экранов телевизоров о том, что вот очередная фальшивка, очередная теория заговора, очередная ложь, очередная дезинформация русских. Вот и все. А сейчас, когда уже New York Times сподобилась и где-то там в глубине своих страниц как бы между прочим сказала, что да, действительно лэптап принадлежит Хантеру Байдену и никакой это не русский, сейчас они вот докопались до этого и объявили о том, что если бы они это знали раньше, то они бы во всяком случае за Байдена они точно не проголосовали бы. И мне очень жаль, что вы... Да, опять, это закопано, это никто не будет тиражировать, это сделано для того, чтобы в будущем, если скажут, а почему вы не писали, сказать, как не писали, вы писали, пожалуйста. Абсолютно, абсолютно, для этого и сделано было, потому что сейчас опять начнется предвыборная кампания, и если эти 17% которые вдруг прозрели будут относиться к Нью-Йорк Таймс и сказать, да ну, вы же выжил злугуны, вы же постоянно вре... А тут нет, мы же говорили правду, мы же рассказали об этом. Ну, пока мы думали, мы так думали, а когда мы поняли, вот тут рассказали. Другое дело, что одно, они говорили ежедневно в течение Абдавицах, а это они написали один раз на 14-й странице Б, но, тем не менее, писали, да, иди докапывайся. Леон, огромное спасибо, как всегда, получил массу удовольствия. Всего вам самого наилучшего и до встречи в следующий раз. Спасибо, до свидания.